друзья всем привет у нас на юге стоит просто дикая жара ужасная я получаю сейчас очень много ваших криков о помощи с вопросом как спасать все горит выпадает просто конечно знаете наверное не аномальная каждый год у нас такой август и даже начало сентября и каждый год мы это все проходим заново поэтому сегодняшний выпуск будет посвящен тому как мы можем помочь своему саду что нам делать как его спасать в общем элементарными доступными каждому способами и конечно прогулка по саду итак первое что мы должны сейчас делать это поливать просто лить понимаете не там пол ведерочка водички если вы по чуть-чуть то это тогда ну я не знаю три раза в день лить сильно вот просто на ночь вечером я проливаю так представьте себе раскаленная горячая земля вот вылили там ведро воды или там но ориентировочно 10 литров под растение а вокруг все сухое и она разошлось там за полчаса опять растение стоит и даже с таким поливом днем идешь все повявшие но что делать испаряют сильно влагу всей листовой пластиной представьте себе как им тяжело в такую жару вот льем так чтобы пропиталась вокруг все вот пролилось я кидаю даже вот шланг много вопросов я вручную поливаю вот кидаю и она у меня льет на одном месте около часа вот представьте объем вот лью пока вода не начинает стоять и не впитываться потом перебрасываю и проливаю так другую зону и вот так весь сад в течение там дня ночи вечера у кого как возможно можно ставить вертушки но это тоже не не чуть-чуть это долго и много чтобы эти растения выжили и обязательно мы должны мульчировать вот чем угодно вот у нас пример даже шишками это вообще способ который можно бесплатно ходить собирать эти шишки где растут старые сосны где-то в каких-то лесных зонах то есть один из вариантов картон друзья вот то что есть в каждой семье в каждом доме не может быть не очень красиво но все равно спасет вырезайте вот такие круги вырезайте в нем круг чтобы надеть это на растение придавливайте какими-то корнями тоже как вариант можно замульчировать хотя бы на какой-то период времени он все равно будет подкисать но он будет дышать и он спасет друзья можно покошенной травой сеном соломой чем угодно мульчируйте сейчас свой сад если вы замульчируете травой покошенной вы должны понимать только она же тоже гниет лучше ее как подсушенной вот разложили сначала первый день вокруг растения не вплотную корневой шейки вот у вас допустим вот растение вы оставляете сантиметров 10 вот так вот вокруг чтобы она не обгнило потому что бывает что вот эта вода плюс солнце она начинает сама еще греться вот этот процесс эти вот разложили она просохла и она тоже будет вас спасать обязательно иначе будет иссыхать моментально и каждый вечер дождевание делайте дождевание если это дача и вам тяжело туда приезжать то больше мульчи понимаете вот мульчируйте дождевание делаю каждый вечер стабильно после того как уже не так палец солнца где-то часов в семь в идеале вот так вот я выхожу и начинаю все хвойные растения лиственные растения кроме лагер страми и друзья лагер страми не дождевание не делаем я сейчас подойду к ней расскажу почему вот клёны вечно зеленые по дубы магнолий все мы брызгаем обязательно и брызгаем чтобы она напилась потому что усваивается влага тоже очень хорошо поверхностью вот листовой пластиной поэтому обязательно по поводу средств вот как бы нам не хотелось волшебства не бывает вот нету такого средства если вы не будете поливать чтобы вы обработали сад вот опрыскали его и там уехали и все вы думаете будет хорошо нет например пуршат можно использовать сейчас по моему пуршат он называется я не покрывала свой сад но как вариант возможно он идет от солнечных ожогов он покрывает растение такой как пленочкой с отражением но все равно вы должны понимать друзья что должен быть полив циркон цирконом можно делать сейчас обработки циркон тоже от стресса в от солнечных ожогов вы тоже можете делать и мы можно часто им делать прямо раз в четыре дня можно проходиться по саду цирконом будет все равно растением полегче но полив никто не отменял полив сейчас это самое основное что мы можем сделать для своего сада друзья конечно же сейчас вот в такую жару у нас есть опасность что этот измученный жарою сад еще сожрет клещ когда сухо и нет дождей у нас начинается вот это вот еще нашествие клеща паутинного который там прилетел из соседнего заброшенного участка и моментально этот клещ сожрет весь ваш прекрасный сад поэтому сейчас обязательно в вечерние часы лучше сделать обработку какими-то акарицидами пусть это будет обработка профилактическая но она будет я делала еще обработку вечером скором препаратом вы можете использовать нескор вы можете использовать любой препарат которые от заболеваний грибковых потому что тоже вот эти температурные качели они вот эти изнуряющая жара сад в стрессе и могут и грибковые заболевания и вредители которым кстати наша жара по моему вообще никакая не помеха то есть это тоже нужно делать не забывать но делать обязательно стопроцентно вечерние часы не раньше вот 78 вот примерно так по времени иначе в такую жару эта обработка только хуже сделает а теперь конечно обещанная прогулка по саду в которой я хочу вам показать как на сегодняшний день выглядят растения после вот этой изнуряющей жары в ее время можно сказать середина августа друзья конечно начинают стрессовать в первую очередь у нас клены японские вот смотрите как термический ожог на сиро саван скам клюнет клен сиро саваном вот он растет у меня в полной тени вот с первой вот этой жарой моментально вот так вот термически страдает лист но чем старше клен тем он легче и больше переносит и лучше выглядит но все равно вот смотрите низ до более живой и верхушечки где самые были молодые листики они конечно уже хватанули знаете сейчас не обязательно растению быть на солнце у нас ветер стоит ветра представляете себе когда вот это плюс 40 на солнце или выше даже и горячий горячий воздух это фен просто как под горячий строительный фен и даже в тени они получают термический ожог просто от температуры воздуха особенно те растения которые не совсем для нашего климата не очень им климатит у нас но живут выживают друзья дофнофилум вот очень за ним наблюдаю мне самой интересно выглядит хорошо большие приросты лист не стрессанул вообще ничего по нему нет нареканий он растет и он даже как-то видите даже были моменты когда он сильнее лист опускал сейчас нормально видимо молодые листья уже чуть-чуть так окрепли и держатся лучше по японским фациям которые растут в тени вот они spider web термических ожогов на ней нету друзья но я предупреждаю меня полив у меня сад под постоянным поливом поэтому растение выглядят неплохо японская фация зеленая она получает солнце утром около получил полчаса наверное где-то так она под утренними прямыми лучами солнца но выглядит тоже хорошо по криптомерием крестата в полной тени без проблем отлично а у куба крота не фолия тень видите лист выглядит супер ожогов нет а у кубы которые стоят у меня растут в горшках вот немножко повяли я вчера полила вот в торфяной земле но ожогов нет выглядят вообще в полной тени вообще припылились чуть-чуть но лист прекрасен и здоров и кстати смотрите вы видите по в регатности вот этой она не послабела не позеленела то есть вот она растет в тени как она была яркая красивая так она и есть магнолии вот она у меня галисоненсис нано она растет у меня больше всех в тени но самое обеденное время она получает солнце вот видите сейчас она как раз на солнце лист выглядит прекрасно я почему заострила на этом внимание смотрите какая ситуация те магнолий которые мы посадили они растут у нас в саду первый год полтора-два и особенно это же импортные саженцы они всегда приходят в торфяной земле друзья мы ее сажаем в чернозем мы же ей корни там не размываем не промываем то есть мы ее перевалкой до методом перевалки сажаем и вот это растение которое растет в торфе первое время вот смотрите кстати на примере калины лавра листной вот видите повязшая хотя я здесь вчера очень обильно поливала она в торфяной земле торф быстро очень испаряет влагу моментально поэтому это растение вянет чернозем держит влагу дольше но пока она не укоренилась и не пустила свои корни хорошо в чернозем она будет стрессовать то есть те растения которые этого года посадки контролируем еще сильнее мульчируем еще сильней поливаем в два раза чаще чем мы поливаем сад то есть они подконтрольные потом они укоренят и с магнолиями то же самое у них начинают подгорать под но вянет немножко молодой прирост когда эти листики подгорают даже частично выглядит что это кажется что это что-то его или съела или она чем-то заболела потому что магнолии лист подгорает кусочками вот феруджина у меня уже укоренилась хорошо на ней нету таких проблем я покажу вам на самой последней посадки на магнолии голиаф как это выглядит самая моя вот крайняя посадка из магнолий это магнолия голиаф грандифлора голиаф вот я вам хочу показать вот смотрите видите вот это вот этот лист это не болезнь это просто вот видите это ожоги это солнечные ожоги потому что переваливала я ее тоже в торфяном вот в этом субстрате и поэтому эти листья молодые листья они еще не приспособились у корневая так не справляется поэтому вот они подгорают я почему вам показываю я регулярно делаю обработки в саду раз в неделю как минимум я обрабатываю от грибков от всяких там вредителей и вот видите все равно это все стрессы это ожоги вот такие на следующий год растение будет более крепкая выносливо потому что магнолий хорошая корневая система она быстренько запускается вглубь где она получает больше воды вода это сохраняется торф уже так вот сильно не испаряет хотя даже вот при замульчированности вот такое бывает поэтому не бойтесь я уже просто на ферруджини которая у меня маленькая была посажена позже прошла это укорениться не будет этих проблем вернулись к началу сада чтобы показать вам смотрите кто у нас еще не особенно любит нашу жару так это японские камелии поэтому сейчас хочу вам показать видите растут в тени солнце получаются утра это керлинг керлинг леди вот она вся в бутонах вообще нет стресса вот ожоги видите ожоги и корневая не срабатывает вот здесь и цвет листа мне не нравится уже у нее вымылись все питательные вещества надо ее пересадить но тем не менее в принципе нормально в горшке дозлинг пинг видите варигатная прекрасно тоже утреннее солнце потом тень а лист не сгорел выглядит она неплохо и у меня создается ощущение что камелий на самом деле более выносливая для нашего климата растения и жару они наши нормально терпят вот которая растет у меня в грунте видите тоже она выглядит вполне неплохо некоторые листики она меняет это нормально у вечно зеленых тоже бывает листопад друзья по олеандру вот высадила видите в полу тени наоборот переживала думаю как он будет себя чувствовать но очень хотела его максимально добавить близко к террасе хорошо пошел в рост выгнал еще вон бутончики я думаю он еще под цветет прелесть конечно это желтый карликовый смотрите калина давида в полутени прекрасно ну вот этот лист подпорчены я уже с таким приобрела дала новый прирост цветение у нее не будет она его сбрасывает укореняется но в рост пошла активно хорошо в полутени себя чувствует ну такая полутень солнце утренние потом полная тень смотрите здесь растет криптомерия криптомерия получает полное солнце где-то до 12 выглядит великолепно не побурела ожогов нет у нее здесь еще растет паду булата выглядит прекрасно тоже утреннее солнце потом полутень никаких ожогов варигатный морозник тоже великолепно а у куба видите пиктура то один листик подгорел нижний в целом выглядит хорошо за ней канарский плющ плетется и варигатный питоспором тоже дал молодой прирост прекрасно выглядит все ему отлично друзья пересаженная в самую жару лавровишня вообще ноу-стресс великолепно себя чувствует поливаю дождевание делаю замульчирована залезла даже к себе сюда в клумбу показать вам какая моя красавица магнолия выгнала бутоны вот видите это будет цвести опять это сорт little джем чем отличается каждый раз говорю little джем темный листик листик маленький небольшой темно-коричневая сторона даже бутон-то капушон бутонов много заложила молодец накормила я ее осмокотом киданула ей свежие земли для зале весной я вам рассказывала и хорошо замульчировала и этого питания и хватает видите чтобы закладывать новые новые бутоны little джем друзья очень обильно цветущие цветущий с раннего возраста сорт здесь еще хочу вам показать под олеандром выжила у меня и начала нарастать как они хлоя вот как бы хочу чтобы выросла у меня большая кочка но это уже у меня третья или четвертая посадка не могу сказать что ей прямо очень хорошо подходит наш климат не знаю может быть как-то у меня вот знаете даже общаемся и в группе смотрю кого-то растет у кого-то не растет что за причины неизвестно так друзья показываю вам маньона сато японский клён который растет у меня в контейнере и вот сейчас вы видите он на полном солнце вань сколько сейчас времени пол второго смотрите пол второго дня вот они солнечные ожоги он еще на солнце солнце уйдет здесь наверное еще он будет около часа но в самый обед он будет самую жару подгорели листья вот они но я его не убираю тестирую мне интересно как он будет себя чувствовать падок варигатный вообще супер прекрасно выглядит ни одного вообще пострадавшего листика да выглядит великолепно крипто мере и супер вот раз он но ноль проблем ну раз он уже не первый год растет мы это уже обсуждали она солнце наше южное терпит великолепно у некоторых растет на полном солнце и выглядит великолепно и вот до молодая которую мы сломали заклеили ее изоленты она видимо хорошо срослась и пошла видите в рост уже молодой вот верхушка пошла у нее расти мы ее прям посередине нет моя ближе к корню до внизу мы ее сломали нечаянно и заклеили изолентой она срослась слезами промыли как обычно моими друзья такую же цветут у нас на юге канны канна в горшке растет она стрессует видите она горит ей не хватает воды надо ее или замульчировать мне посильнее или чаще лить в общем горит но цветет дальше смотрите хочу вам показать крипто мере elegans viridis вот она растет у нас в углу там очень красивая крипто мере очень быстро растущая я ее весной посадила она приросла уже сантиметров на 40 она стала пушиться вот она на полном солнце сейчас растет и я за нее иногда забываю и мало ее поливаю даже но выглядит она при этом вообще абсолютно нормально лимон лимон стрессует все равно скидывает листья много скинул но самое главное лимон и держит спасибо вам за ваши советы рекомендации я поняла он реагирует на полив когда дожди были вот он обильно пожелтел видимо плохо сходит вода мне нужно подумать там с дренажным отверстием поколдовать его прочистить друзья и хочу вам показать как цветет у меня гордыния жасминовая смотрите какая прелесть она такая ароматная иногда днем иду она вся повисла и вот эти бутончики повисшие жара в горшочке же в маленьком я быстренько ее раз полью через минут 10-15 смотрю подняла цветы и сегодня раскрылся первый очень ароматный цветок красивая пересажу и обязательно в горшочек побольше здесь у меня секвойя мы разговаривали видеть ее посадила в грунт из горшка и вот она начала молодые приросты давать новые и прямо сразу в земличке хорошо стало и вот они почечки видите будут приросты такая красотка был у меня еще вопрос катя покажите пожалуйста мне магнолию fairy blush или еще их к михелиям раньше они были михелия фига в общем сейчас ваня готовься вот она растет у нас за джакузи выглядит она прекрасно я вам хочу сказать это магнолия очень любит активный полив я полезу да я думала ты полезешь все в паутине у нас везде пауки биби биби в общем тебе придется все равно лезть показывать очень много заложила бутонов скоро будет у нее ремонтантное цветение это повторно цветущие магнолий цветут они много часто здесь всегда сыра я ее активно поливаю ей нравится место такое закрытое она растет здесь в полутени поэтому активно перерастает хорошо себя чувствует и зимой здесь ей комфортно вот не любят они вот такие иссушающие дни зимние ветра в общем закрытые такие места и вот она у меня уже наконец таки в этом году приподнялась ее стало даже немножко видно я ее изначально когда построили мы вот джакузи сделали вот этот апостамент к ней я думаю блин как жалко закрыла эту магнолию теперь мне ее видно не будет потом почитала что не такая уж она и карликовая метра три она дает но я думаю если она метра три дает она примерно вот такой будет высоты и и будет хорошо видно место закрыто я смотрю ей нравится оставила и вот наконец таки стало ее видно ну пока уже наверху так забрались смотрите цветет но подгорают конечно цветы на господи джары на глицинии видите мало держатся но все равно вот эти вот вкрапления и на арке тоже сильно обстригла ее обрезала и вот она очень много выгнала бутончиков и продолжает а вот отсюда видно еще ягодки которые на жимолости поспели тоже красиво декоративно смотрятся украшают конечно гиптокодиум кстати гиптокодиум подгорает видите подгорают листики надо зонт открывать уже но бутонов заложил опять много видите весь такой в бутончиках будет свести надо наверное подпалить его полить не подпалить его солнце подпалит наше кубанское неласковое солнце я говорю такой климат у нас вот знаете иногда думают ой юг южане да что вам классно же у нас друзья лето вот только первая половина еще более-менее потом начинается такое пекло все горит на улицу не выйдешь потом у нас зима да такие комфортные температуры но ветрища такие дуют что при температуре допустим 0 плюс 3 с таким ветром она сушит и сушает в общем вот вам и юг ну и пока мы стоим высоко и можем вам очень красиво показать цветение нашей лагерстремии индийская сирень она в этом году себя очень ярко проявляет хорошо цветет почему я вам говорю друзья лагерстремии не стоит делать дождевание у нее тут же портится цветок моментально вот если попадает вода вы видите цветы портятся и ветки гнутся в общем она не любит поливаем ее только под корень бросаем ильем хорошо она попить любит лагерстремия очень любит поэтому обязательно поливаем очень обильно но под корешок продолжают свести болотные гибискусы в такую жару вот травянистые болотные их еще называют цветут хорошо но тоже нужно поливать этот будет свести еще долго гибискус у него много заложено бутонов некоторые у меня сорта уже процвели вот смотрите араукария чилийская видите выглядит неплохо замульчирована хорошо поливая ее растет она на солнышке чуть-чуть притянена но не нельзя сказать даже что она в полутени так может быть немножко на корешки падает тенек от гибискуса но выглядит прям неплохо слава богу перекрестимся вот эти ожоги которые были после посадки вот от этого препарата 30 я так думаю что это он повлиял вот они так и остались вот краешек веточки а молодые приросты видите они уже и утолстились и объем уже прямо немножечко увеличился ну слава богу прямо это одно из моих любимейших растений очень мне хочется чтобы она росла и все и было хорошо конечно сейчас в самую жару украшать начинаются от злаки вот начинают мискантус уже распускать метелочки красивые сажайте злаки комбинируйте их в композициях потому что в августе они будут достойно выглядеть в саду рядом здесь гортензия начала подгорать уже видите дети мне и правда тут общипали как могли прихожу все внизу в цветах поигрались начинает свести еще вигела видите вигела цветет вигела это у меня растет в полутени был вопрос по вигелом у меня и у нас разделились вот у меня вигела иногда вот такое когда жаркое солнце вот это вот цветение подгорают цветы почему говорю подгорают они просто за один день становится таки как картонные в полутени мне кажется что выглядит лучше у кого-то растет на солнце не стрессует но вот по моему опыту вот так вот скумпия вообще любит солнце жару выглядит хорошо осенью лист покраснеет сильнее сейчас видите такой он у нее темный лист но не красный такой как бы немножечко зеленеет в середине получается лето а потом наберет уже осенний цвет а молодые приросты на ветках красные вот так вот выглядит летом в августе пенисетум смотрите какой красавец в этом году вот сейчас рядом стану с ним огромный куст он выглядит очень эффектно очень прямо видите сколько он выпустил колосочков любит тоже попить злаки любят воду если мы думаем что мы сажаем злаки они такие прямо за сухоустойчивы те злаки которые растут у меня вообще на берегу и там вода еще ближе они вообще выглядят хорошо поэтому обязательно лейте не жалейте воды на самом деле вода сейчас это первое вот что спасет сад друзей хочу вам показать как выглядит наши помнить африканская опроса черная принцесса вот смотрите уже какой огромный куст огроменные надо наверное мне подойти стать на контрасте он мне уже наверное по плечо сейчас покажу вам вот смотрите какой шикарный тоже лью постоянно поливаю выглядит супер колоцедрус хорошо пошел в рост очень прирост у него прямо как-то расширился раскустился тоже поливая вот одна ветка ярко-желтая а пока остальные зеленые здесь кипарисовик лемон трейд очень красивый тоже хорошо прирастает в тени в полу тени в такой растет у меня друзья вот сочинская нандина тоже она обильно это будет высокая единственная наверное самая высокая нандина все сортовые нандины они намного ниже они в пределах метр метр двадцать это может вырасти прямо с плодником таким растет обильно вот молодой прирост у нее хорошо себя чувствует посмотрим как этот вид будет зимовать у нас еще хочу вам показать кедр для фонтейн смотрите как он интересно стал прирастать у него веточки стали вот так подниматься видите как интересно да как фонтан действительно такой видимо соответствует своему названию хорошо кедры нашу жару прекрасно терпят вот кедры можно перелить испортить не не нужно прямо сильно поливаем но без фанатизма в отличие от кипарисовиков многие пишут что кипарисовики выпадают кипарисовики любят влажный грунт хорошо себя чувствуют в полу тени вот смотрите как хорошо растет наш нутканский вот пендула смотрите сколько шишек у него любит влажную землю если вы поливаете мало и редко конечно могут выпадать у вас кипарисовики очень много сейчас вопросов по кипарисовику висельсагуара вот специально подошла к своему вы знаете это у меня особая любовь я честно я вот вам показываю я даже целую его иногда вот прохожу вот так я его люблю растет он у меня полу тени сейчас видите ленка ранка подросла и немножечко его накрыла но не полностью смотрите утром солнце полное в обед солнце но у него закрыты корни закрыты его прикрывает пенисетом он хорошо у меня замульчирован здесь камни под ними кора и еще я посадилась сюда посыпала вот эти очитки и они тоже его закрывают понимать это все спасает корень не перегревается так сильно вот опять к слову о таких загущенных посадках вот на мой взгляд на юге это просто необходимость если у вас растет одно растение вокруг него ничего нет вам будет намного тяжелее вот в августе в сентябре за этим растением ухаживать они как-то тут притеняют друг друга выживают видите у него хороший прирост у него цвет вот хвой все хорошо выглядит неплохо но лью каждый день честно каждый день лью и дождевание делаю поэтому выглядит достойно друзья цветет скумпия на солнце так играет красиво вот сорт янг леди это наверное единственный сорт который постоянно цветет вот так вот выглядят эти метелочки очень воздушно очень красиво по или агнусом тоже стоит сейчас в полу тени ленка ранка подросла выглядит достойно хорошо ну тоже лью конечно или агнус не так прямо заливаю как все ну хорошо тоже проливаю то что вы выращиваете в контейнерах обязательно вот им еще тяжелее вот представьте во первых контейнерах и ссыхает корневая в два раза быстрее то есть вы должны понимать те растения которые растут у вас в горшках и в контейнерах их вообще два раза в день сейчас в эту жару лить приходится ну очень им тяжело вот я даже трахикарпус и которые еще до сих пор не высадила вот так и держу в контейнерах лью 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 потому что га это жарко тяжело растение мне вот хочется им помочь смотрите как красиво цветет дюк де брабанд ну вот опять таки видите вот он не сбрасывает вот приходится вот так периодически его подчищать вот поэтому выглядит он не очень аккуратно но цветы красивые конечно очень красиво знаете дюк де брабанд будет лучше выглядеть и лучше цвести ближе к середине сентября даже вот как только спадает вот это наша дикая жара он дольше держит цветок и цветок не подгорает выглядит он поэффектней поэтому вот если климат чуть чуть холоднее мне кажется этот гибискус вообще шикарно себя откроет а сейчас давайте посмотрим на бук триколор который вообще должен жестко гореть вот он у нас в тени в этом году вообще нет подгорания вот они великолепно выглядят листья абсолютно живые видите все с ними хорошо хотя первые два года он у меня в этом месяце подгорал даже в тени ну правда конечно дюк де брабанд разросся его закрыл линкаранка начала понемножечку накрывать вот друзья кстати присмотритесь к таким шикарным деревьям как альбицы и линкаранские акации они дают ажурную тень для нашего юга это просто супер вы сажаете вот эти зонты с этой такой вот ажурной тенью которая на ночь они вообще закрываются объем они создают а днем в эту жару они просто спасают все что у вас растет рядом сирийские гибискусы цветут конечно радуют красивые видите через арку уже прошли ветки но так и было задумано я хотела чтобы здесь была цветущая такая зона по травянистым гибискусом вот я вам сказала некоторые отцвели вот голландские бордовые вот эти низкорослые они сейчас вот и белые видите сзади они сейчас полностью отцвели и пока нет ремонтантных не вижу бутончиков а вот этот сорт очень удачный оказался сорт не знаю по старым видео большой такой нас цветок я разные брала ну как-то вот они без сортов вот видите он дает ремонтантное цветение вот через пару недель он будет вообще опять стать красивы нарядный цветущий будет это красиво банан вот скоро залезу обрежем вот эти вот старые листья подпорченные молодые огромные шикарные листья ну вот чуть-чуть подсыхать бананы надо лить друзья они водохлёбы жуткие водохлёбы кто выращивает бананы я думаю уже с этим столкнулся знает друзья вот по сосне на штампе видите пересадила помните рассказывала что бедняга я ее в общем уже не знаю сколько раз пересаживала ее пересадила с берега потому что муравейник завелся вымыла корни перенесла в жару там вообще просто вот так вот как знаете раньше стирали вот на доске вот такие в речке отмывала выглядит ничего все хорошо сосны нельзя переливать вот если вы сажаете сосны вот если вам кажется что жарко ничего страшного вот им надо чтоб корневая просыхала вот сосны поливаю намного реже потом когда уже укореняется проходит там два-три года уже можно делать чаще полив но молодые могут подгнить пине жара вообще супер ей прям хорошо видите выглядит вполне себе ничего олеандр который у меня бордовый сейчас нет светит вот я его в грунт посадила первый раз вот обрезала ему все семена но на него пожалела осмокотта думаю потому что думаю буду его наверное еще пересаживать в общем если вы хотите чтобы поактивнее цвели не жалейте сыпьте побольше осмокотта таким цветущим вот так вот процветает лавролистная ой морщиниста листная калина уже заплелся язык у меня от жары красиво смотрится такие мелкие мелкие невзрачные цветочки но в целом само соцветие смотрится оригинально друзья клен гарнет великолепно выглядит начал в августе лист немножко зеленеть растет он под альбиции летний шоколад получает тенек такой рассеянный с стороны солнца его еще морщине столистная калина прикрывает я очень боялась что он будет у нас гореть и я его посадила вот в такую зону так ему создала условия очень утолстил ствол разросся хорошо так подрос лист очень резной очень красивый он стоял ярко-красный у нас в принципе наверное вот неделю назад он начал немножко зеленеть в осень он опять уйдет ярко-ярко-красным красивы и он в принципе у меня вот в нашей полутени не горит термический ожог от лист ну вот лист не получает сейчас хочу вам еще показать османтус османтус на полном солнце весь день с утра и до ночи продолжает расти с поливом конечно же но продолжает расти друзья кстати про мульчирование один из самых бюджетных вариантов это мульчировать землю плющами или очитками или почвопокровными растениями вот видите вербейник монетчатый смотрите как он хорошо застилает тут правда кислится в нем уже но самое главное что он не дает перегреваться земле плющ хорошо разросся который я пускаю по земле тоже будет хороший почвопокровный слой друзья смотрите как на сегодняшний день и выглядит питоспорум весенняя посадка конечно он стрессанул он зимовал в теплице в этом торфяном горшке там вообще корни были как пакля сплетенные вот лист желтеет он его сбросит это старый лист молодые приросты вот они все темно зеленые они стали более плотные знаете такие я думаю он сбросит лист и у него будет более чистая такая оголенная середина можно будет либо застричь либо его как мульти штамбом ну в общем будем за ним наблюдать но в целом выглядит тоже вполне себе достойно орнатом смотрите клен орнатом получает ожоги вот видите вот они листики пригорели вот но это на первых первый год посадки в целом жив здоров потом его накроет магнолия и он будет в тени магнолия у нас сорт рустика рубра вот вспомнила в этот раз наконец-таки кстати после пересадки выгнала много бутонов молодец постаралась место подошло здесь посажен у нас еще один карликовый леандр желтый жадности посадила себе 2 не смогла так понравились брахе армата жару обожает ей все нравится все хорошо видите камнями тут подмульчировано тоже лью хорошо лью калистым он чем больше солнца тем лучше выглядит прекрасно прирастает вообще выглядит обалденно кайзука растет хорошо посмотрите еще что у нас в зоне стресса может быть на юге это гималайская сосна вот дэнса хилл первый год посадки выглядит подойдем покажи сосну еще не все выучил видимо не все растения вот она дэнса хилл первый год посадки растет сейчас в полутени выглядит хорошо тоже поливаю видите мульчу уже тут раскидала надо подсыпать кстати про шишки кто выращивает сад с питомцами вот как я например у меня коты собаки вы знаете я обратила внимание эти зоны где у меня засыпано шишками и мне очень нравится по ним бегать шишки-то колючие неудобные поэтому очень хороший вариант отсыпали шишками и в общем ходят теперь такие воспитанные по дорожке в тени 36 было я думаю на солнце больше друзья представляете у нас стоит такая дикая жара сейчас что у нас перегрелась оборудование перегрелась камера и нам пришлось чтобы доснимать вам видео зайти домой под кондиционер остудить оборудование выходить до снимать ролик вы представляете себе техника отказывает как эти бедные растения в эту жару вообще вот они стоят целый день с утра и до самого вечера не просто под этим палящим солнцем еще и с вот этим ветром нашим кубанским сил не хватает бедный сад в общем друзья но по можжевельникам смотрите как прекрасно выглядит можжевельник айзука китайские можжевельники как китайцы хорошо пахнут так они хорошо держат жару вот если вы боитесь что будет растение недополучать полив что она будет у вас гореть или еще что-то сажайте китайские можжевельники они очень выносливые ну конечно все равно нужно делать полив и давать полив но в целом сильная выносливая для жары растения вы знаете часто вы мне даете задаете вопросы по поводу там как это растение будет выглядеть и как себя будет чувствовать в других зонах и я чтобы не ввести вас в заблуждение то есть я не могу вам иногда дать ответ на эти вопросы потому что я живу на юге у меня 7 климатическая зона краснодар краснодарский край у нас тестируется это все в условиях нашей жары нашего пекла нашей зимы я не могу подсказать я не пробовала у меня нет опыта к сожалению вырастить это растение в другой зоне поэтому вот все ценные советы будут конечно по нашему южному климату хотела еще что вам показать вигела чернолистная black minor этого года посадки видите жива-здорова замульчирована чем камнями ну так закрыла чтобы не сломал никто это дети мне этот под расшатали в общем смотрите выглядит вполне неплохо но она вечером в полутени вот смотрите на землю я вчера лила тут просто лила смотрите какая сухая земля вы представляете вообще вот сегодня надо опять лить ну что делать будем спасать сад клен краснолистные великолепно выглядит видите лист у него конечно в полутени такой не сильно красный сейчас наверное осенью идет на первая половина лета он блажь черный очень красиво фатини и те растения которые жару терпят просто прекрасно великолепно это же они кстати не такие приверженцы сильного полива конечно поливаем но так в порядке нормы крипто мере йокогама этого года посадки в основном на полном солнце вот чуть-чуть из не тут еще сырая видите земля притяненная мульча подразгреблась вот крипто мере а выглядит ничего но хотя все равно видите немножечко ожогов она получила вот они чуть-чуть вот немножко эти листики пострадали лавровишня софия растет в полутени очень красивый листик выглядит великолепно кто еще любит жару кариаптерис и смотрите как хорошо варигатный кариаптерис с самого восхода солнца по его закат на полном солнце находится вот варигатный ничего он не горит выглядит он прекрасно скоро будет свистеть а колиус под ним весь повявший хотя тут вчера просто вообще лужа была и не впитывалась вода смотрите друзья каликант hard led швайн видите вот так выглядят листики но я думаю он чуть-чуть болел грибковая что-то было обработки получил в целом хороший лист молодые пошел выгонять вот молодой листик у него и вот здесь у него может быть ремонтантное цветение он может еще зацвести магнолия альта отлично выглядит прирастает листик красивый вот верхушечная почечка и молодые и старенькие по корнусам корнус кауза вот мелкие вы видите все термический ожог моментально вот он лист получил хотя молодые приросты более сильные может быть он будет сильнее укореняться и лучше терпеть солнце вот корнус кауза который растет вообще в полной тени вот он термический ожог он вообще солнца не получает но воздух горячий ему этого хватает он вообще прям хуже всех держит вот верхушечка может конечно пройдет много лет раскорениться хорошенько и будет прекрасно выглядеть ну пока вот такой вот результат август и все и начинается дикое пекло смотрите красивый гибискус мой цветет краснолистный эффектный сорт нравится мне будут еще бутоны розы мои 2 из на 4 роз которые есть у меня уже во дворе вот они сейчас тоже цветут делала обработку потому что пятнистость началась вот за что розы не люблю стих на постоянные постоянно обрабатывать сейчас друзья покажу вам как красиво цветет кампсис смотрите какие большие красивые цветы вот рука что-то я сломала а старенький этот вот как сразу сердце крови обливается что-то я сломала бывает же такой дождь неуклюже раз чего-нибудь сломал вот цветет болотный гибискус высокий сорт тоже не знаю у нас весь город в этих гибискусах но он яркий он малиновый такой розовый прям темно-розовый вот под лаком видите пенисетум и как хорошо тут себя чувствуют почему говорю чувствует себя хорошо здесь вода очень близко а этот пенисетум я помню в прошлом году или позапрошлом посадила такую веточкой уже вот такой огромный куст бамбук вообще радует меня вот фаргезе смотрите какой красивый огромный такой куст как он мне нравится лист такой интересный он же тоже вечно зеленый очень красивое растение гортензия бобо каждый день лью и каждый день она в ужасе смотрите расцвел варигат на повторно господи уже все точно перегрелась повторно расцвел пузыреплодник карликовый очень красиво смотрите какого цвета лист прям черного такие маленькие резные вот такие же бутончики таксодиум великолепно каскад фолс вот смотрите по качеству ветки хвои видно вот он весь супер просто хорошо ему вода близко таксодиумы любят воду кто посадил таксодиумы если у вас погорели сбросили листья кстати не торопитесь выбрасывать отливайте он может отойти таксодиумы такие ну лить нужно обязательно поливать здесь тоже смотрите как красиво пенисетум мискантус этот еще не выкинул узко лист на метелку пузыреплодник дьявола вот он черный кариаптерис желтый великолепно и хочу вам показать помните в прошлом году в прошлом ролике уже точно все я сейчас как камера отключусь посадила таксодиум пифминарет здесь очень действительно близко вода я его замульчировала видите перлитом и торфом прямо сильно чтобы у него была такая и вот помните жаловалась что вытаскивалась машины сломала верхушку вот он пустил почки новые ему очень понравилось в этом месте он здесь у меня в обед притине он так получилось сумахом и ему хорошо воды много алаказе смотрите набирает размер лист увеличивается кислые гибискусы супер вот даже черенка нулся у меня видите внизу веточка отломилась я воткнула и она пошла в рост хорошо и начала конечно август обгорать мета секвой а гол траж вот она вот так горит растет и горит горит и растет ну жар жарко бедному растению но ничего потом будет микроклимат так что и еще хочу вам показать малыша таксодиума вот здесь в этой зоне у нас растет таксодиум субтхоза малышочек был смотрите как он уже вырос в два раза за этот сезон очень хорошо выглядит вот сейчас опять буду кидать шланг поливать все нарастает будет большое дерево и вот таксодиум нутанс тоже смотрите как выглядит супер вот уже проявляется его вот эта уникальность смотрите какие красивые иголочки у него такие тоненькие растут вот на контрасте уже можно дотянуть сюда ветку обычного таксодиума вот каскад falls да и нутанс красавчик друзья вот такая получилась у нас с вами надеюсь для вас полезная прогулка в которой я показала вам как выглядят вот самые такие интересные и те растения которые ценны для нашего климата за которыми мы наблюдаем рассказала вам что можно сделать и как нужно спасать сад спасибо всем за прогулку за внимание не забывайте ставить лайк подписывайтесь на наш канал будет много интересного и нового вступайте в группы ссылки мы прикрепим в описании группы в ватсапе в telegram там общаемся делимся опытом всех жду всем буду рада всем пока и до встречи в саду друзья